Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о сборной России по футболу, которая, к сожалению, может лишиться целого ряда молодых и перспективных исполнителей. Я думаю, вы в курсе, что наша национальная команда отстранена от всех международных турниров, и в этих условиях она оказывается уязвимой для, ну, скажем так, своеобразных футбольных трансферов. Потому что сейчас сборная Грузии, сборная Армении, а по слухам и несколько других национальных команд пытаются переманить к себе российских футболистов. Это касается защитника «Динамо» Сазонова, атакующего хавбека «Крылышек» Коваленко, ну и плюс появляются слухи по другим футболистам. Но и к великому сожалению следует уже констатировать, что некоторых удалось переманить. Тот же самый Сазонов, ну, по информации московского «Динамо», отправился в молодежную сборную Грузии, а не в молодежную сборную России. В общем, давайте разберемся в этой ситуации, что же там происходит и как к этому относиться. Но сперва хотелось бы рассказать вам о новом предложении от моих спонсоров из компании «Балтбет». Вы можете выиграть 2500 рублей, ничем не рискуя. Что нужно сделать? Да всего ничего. Нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии на сайт «Балтбет», зарегистрироваться и ввести промокод, который также указан здесь, в закрепленном комментарии. Вы получите возможность сделать бесплатную ставку, по которой вы можете выиграть до 2500 рублей, ничем, повторяю, не рискуя. В наши кризисные времена бесплатная ставка на вес золота, так что проходите по ссылочке в закрепленном комментарии и получайте фрибет. Вообще, хотелось бы отметить, что в современном мире подобные ситуации, они достаточно типичны. К сожалению, сейчас сборные потихонечку превращаются в клубы. Это то, что раздражает многих, и я не исключение. Потому что вспомните, как те же самые испанцы натурализовывали бразильцев, там типа Сенны или Диего Косты. Вспомните, сколько аргентинцев успело поиграть за сборную Италии. Ну и так дальше. Здесь можно вспоминать до бесконечности. Или взять те же самые африканские сборные, которые регулярно пытаются заманить к себе футболистов из Франции и Англии. Ну, скажем так, футболистов с определенным происхождением, чьи родители, например, приехали из Сенегала во Францию или там из Нигерии в Англию. Поэтому и получается, что национальные сборные, которые раньше были, ну как бы, олицетворением местного футбола, все больше превращаются в какие-то клубы. Когда национальные команды, вместо того, чтобы развивать своих собственных игроков, пытаются выискивать какие-то варианты и какие-то возможности. Ну, в том числе этим занимается и сборная России, будем откровенны. С Майо Фернандесом или с тем же самым Денисом Черышевым, который, в общем-то, испанский футболист, воспитанник Реала, но родился в Нижнем Новгороде. И его решили вот так вот заманить в сборную России, хотя, по сути, он является воспитанником Испании, как футболист. И, на мой взгляд, сборная России, в том числе вот этими действиями, она как бы обесценивает свой собственный футбол. Потому что, повторяю, сборная должна быть вершиной клубной иерархии. То есть, вот, насколько у вас хорошо все с футболом в стране, настолько у вас хороша сборная. А так получается, что в команде не хватает качественных игроков, и она пытается просто вот найти какие-то новые варианты, вроде бразильцев, типа Фернандеса или там Гильермо, или найти там Ари, того же самого, который получил российский паспорт и стал доступен для сборной, или Дениса Черышева. А помните, были слухи про то, что Киллмана, защитника английского из Волверхэмптона, хотели подписать? Мне кажется, что это не совсем правильно, и что это какой-то самообман. И это точно так же касается и тех сборных, которые сейчас пытаются переманить к себе российских игроков. Мне это не нравится, и я всегда был противником вот такой массовой натурализации, когда сборные вместо развития своих игроков в своей стране, так скажем, занимаются поиском каких-то там исполнителей из-за рубежа. Пытаются найти какого-нибудь итальянца, у которого русская бабушка была. Или там грузины пытаются найти какого-нибудь защитника, у которого мама была грузинка, как у того же самого Сабы Сазонова из Динамо. Но это получается какая-то фигня, простите за выражение, при всем уважении к национальным сборным. Но сейчас, скажем так, сборная России в этом контексте, она особенно уязвима, потому что всем понятно. Тот же самый Сазонов, который сейчас отправился в молодежную сборную Грузии, там он получит все-таки больше вариантов для развития в ближайшее время. Национальная сборная России сейчас отстранена, и хотя появляются какие-то робкие надежды на улучшение, что вот товарищеские матчи уже проводят, что вот появились слухи, что Международный Олимпийский Комитет там задумывается о возвращении России. Там разные нюансы есть, но тем не менее появляются какие-то положительные подвижки. Но мне кажется, на полноценное возвращение в мировой футбол мы можем рассчитывать только через несколько лет. И получается, что молодые ребята, которые имеют помимо российского паспорта другие, но у них, конечно, появляется соблазн отправиться в Грузию, то же самое, как Сазонов. Или, например, появляются соблазны из Армении, как у того же самого Коваленко из Крыльев Советов. У него тоже, видимо, мама армянка или там кто-то из материнской, скажем так, части семьи армянин. Потому что, насколько я понял, Коваленко это внук какого-то знаменитого армянского футболиста из Арарата. Ну, в общем, там, опять же, действительно есть какие-то корни, но тем не менее это футболисты из России. Долгое время они здесь играли, они воспитывались российским футболом. Но сейчас, скажем так, когда появилась возможность их переманить, резко активизировались многие национальные сборные. И, повторяю, с одной стороны, футболистов можно понять. Ведь сейчас, скажем так, есть соблазн переехать. К тому же, если брать, ну, например, того же самого Сазонова, его перспективы в России неоднозначны. Сейчас у России достаточно хорошее поколение защитников. Есть Дивеев, есть Джикия тот же самый. Есть Осипенко, есть целый ряд других перспективных ребят. Но, скажем так, здесь не так много защитников с перспективами стать новым Каха и Каладзе. Поэтому тут, возможно, у Сазонова еще и перспектив будет побольше. Возможно. Опять же, мы не знаем, как сложится его карьера. И в этих условиях Сазонов получает шансы. И он отправляется в молодежную сборную Грузии. О чем уже сообщили. Так что здесь нужно учитывать несколько факторов. Во-первых, то, что нашу сборную российскую отстранили. И на данный момент непонятно, когда вернут. А молодым и перспективным, амбициозным ребятам хочется играть на высоком уровне уже здесь и сейчас. Ну и, во-вторых, нужно учитывать, что все-таки в Грузии чисто математически не так много футболистов. Потому что населения существенно меньше. И поэтому там, наверное, и конкуренция. В том числе поменьше за место в сборной. Это тоже нужно учитывать. И здесь получается, что эти игроки, ну, как бы это сказать, их можно понять. Но они действуют на свой страх и риск. Потому что, сами понимаете, тот же самый Сазонов. Сейчас то, что он может стать легионером в нашем российском футболе. Не так принципиально. У нас фактически уже отменен лимит. Лимит очень широкий, очень такой либеральный. Много иностранцев можно заявлять. Поэтому сейчас это вообще не проблема. То, что тот же самый Сазонов может стать иностранцем. Но мы знаем, что в нашей стране нет ничего постоянного. У нас регулярно меняются лимиты, законы, ограничения. Поэтому здесь не исключено, что в будущем Сазонов станет иностранцем в российском футболе. А иностранцев у нас опять ограничат. Ну, допустим, сделают лимит максимум 5 легионеров в стартовом составе. И тогда Сазонов окажется не у дел. И тогда у него не будет вот этого лимитного преимущества над тем же самым Фернандесом или Моришалем. Его конкурентами за место в составе Динамо. И он окажется вот, пожалуйста, на скамейке запасных. Такое тоже может произойти. И этот фактор тоже нужно учитывать. Так что здесь тот же самый Сазонов делает все, так скажем, на свой страх и риск. У Коваленко того же самого ситуация, наверное, попроще. Потому что он все-таки может выступать за сборную Армении. И армянские футболисты у нас не считаются легионерами в принципе. Потому что Армения входит в евразийские вот эти союзы. И там получается, что из-за этих законов армянские футболисты, они приравниваются к российским. В плане того, что они не легионеры. Поэтому здесь у Коваленко, скажем так, ситуация попроще. И с ним на самом деле все еще неопределенно. Да, его вызвали в старшую сборную России на ближайшие товарищеские матчи. Но это товарищеские матчи. А я напомню, что эти встречи не закрепляют футболистов за определенной командой. Даже если Коваленко сейчас сыграет с Киргизией, это ничего не поменяет. Дальше он может спокойно сыграть за Армению в официальном матче. И все, будет закреплен уже за армянской командой. И это, кстати, еще одна проблема для сборной России. Что в ближайшее время, сколько бы мы не провели товарищеских матчей, мы не сможем закрепить того же самого Сазонова, того же самого Коваленко за сборной России. И они могут спокойно перебраться в другие национальные команды. При определенных, конечно, условиях бюрократических. И таким образом мы получаем еще одну головную боль. То, что наши футболисты могут просто разбежаться. Если у них там мама грузинка, бабушка армянка, там, не знаю, еще кто-нибудь там найдется в родне и так далее. Разумеется, здесь возникают и другие истории. Тот же самый Георгий Мелкадзе уже заявил о том, что готов выступать за сборную Грузии. И, правда, здесь, как мне кажется, уже и сами грузины не особо рады. Потому что Мелкадзе, ну, скажем так, уже не молодой и перспективный, как Сазонов. И не стал какой-то полноценной звездой, чтобы грузины прямо обрадовались Георгию Мелкадзе. Но все равно мы видим, что потихонечку нарастает вот эта вот тенденция. Что наши футболисты могут просто сбежать. Разумеется, очень многие переживают и за Арсена Захаряна. Потому что армянская сборная всячески подбивала к нему клинья. Но здесь уже все можно, скажем так, спокойно обосновать тем, что он уже сыграл официальный матч за Россию. И здесь, ну, ни по каким правилам он не может поменять уже национальную сборную. Так что за Захаряна переживать не стоит, а за многих других игроков, может быть, стоит побороться. Потому что сейчас, конечно, наша сборная российская пребывает в таком небытии. Мы максимум товарищеские матчи проводим, но ведь когда-нибудь мы вернемся. И к этому моменту хотелось бы иметь побольше талантливых, толковых ребят, вроде Коваленко, Сазонова и остальных. Которые будут под рукой у главного тренера. А все-таки, повторяю, Коваленко и Сазонов, это ребята серьезные. Основной защитник Динамо, основной атакующий хавбек Крыльев. Ну, не последние люди. Так что здесь очень хочется верить, что наша федерация все-таки поработает. Постарается дать какие-то гарантии этим ребятам. Ну, и они сами сделают правильный выбор. Потому что, на мой субъективный взгляд, опять же, люди, которые родились и были воспитаны в системе определенного футбола. Ну, а, наверное, они должны выступать за местную сборную. Вот мое такое субъективное мнение. А то, понимаете, сборные в последнее время превращаются в клубы. И одна сборная у другой постоянно переманивает футболистов. И ладно, если действительно там какой-то игрок переехал в другую страну, и бог знает сколько лет там жил, стал своим, акклиматизировался, так скажем, и раскрылся там. Ну, это одна ситуация. А когда человек всю жизнь прожил в одном государстве, воспитывался в нем, стал футболистом там, выступал за местные команды, воспитывался там в системе «Зенита», «Динамо», как Сазонов, а потом неожиданно поманили ручкой из Грузии, он сразу перебежал туда. Ну, вы сами понимаете, тогда все наши сборные могут превратиться в клубы. И получается, что просто будет лишен сборный вот этот футбол, футбол сборных, всего вот этого колорита. Получается, что вместо грузинской школы футбола, допустим, в сборной Грузии будут игроки из самых разных систем. То есть, если раньше то же самое «Тбилисская Динамо», например, в советские времена, отличалась особой техникой, то что там Кипиани и все остальные великие грузинские футболисты, они были техновями, они выделялись на фоне всего остального футбола советского, то вот сейчас, ну, тогда можно по всей Европе искать грузин, и получается, что будет не сборная Грузии, а сборная грузин со всей Европы. Вот тебе немецкий грузин, российский грузин, еще кто-нибудь, и где здесь будет грузинская футбольная школа, если они воспитанники, там, не знаю, Московского Динамо, Динамо Дрезден и еще кого-нибудь. Должны быть воспитанники Тбилисского Динамо, чтобы сборная не потеряла самобытность. Тем более сейчас, когда у грузин, по-моему, очень толковое поколение, и с тем же самым Кварасхели, и с грузинским голкипером Валенсии, и со всеми остальными. Ну, как-то, на мой взгляд, сборная сама себя убивает в плане самобытности, и превращается в футбольный клуб, а не в национальную сборку.